Церкви, как и люди, делаются известными по разным причинам. Есть, например, церкви, пользующиеся исторической известностью. Другие сделались известными по своей архитектуре. Иные – своими проповедниками. Третьи – харами или органами. Четвертые – своими драгоценными образами и позолоченными куполами. Например, вы обратили внимание на то, как каждая из семи церквей книги Откровения чем-то особым тоже отличались. Так что сегодня мы их вспоминаем по этим специфическим качествам. Эфесская церковь стала известна тем, что оставила свою первую любовь. Смирская – тем, что осталась верной, несмотря на тяжелые годы преследования. Садистскую церковь мы помним тем, что она имела вид, что жива, но по существу она была мертва. А лаудикийскую церковь всегда будет известна тем, что она материально была богата, но духовно тепла. То есть ни горяча, ни холодна. В своем послании верующим в Риме апостол Павел говорит им, чем они стали известны. «Послушайте, прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». В Ветхом Завете мы имеем целый ряд примеров отдельных лиц. Мужчин и женщин, которые своей верой стали известны всему миру. Возьмите, например, 11 главу послания евреям. Тут говорится о таких героях веры, как, например, Авель, Инох, Ной, Авраам, Исаак, Яков, Иосиф, родители Моисея, сам Моисей, Иисус Новин и Рааф. Дальше автор продолжает и говорит, «И что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». И дальше о них мы читаем, что их весь мир не был достоин, но скитались они по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Эта совокупность людей веры охватывает целое протяжение четырех тысяч лет. Но на редкость в течение этого промежутка времени читаем мы о массовом движении веры. Один раз только в одиннадцатой главе мы читаем о том, что верою они, то есть израильский народ, перешел Черное море, но и тут главным образом героем веры был Моисей, который вывел народ из Египта и перевел их через море. Вы помните, как пророк Илья жаловался Богу, что он один остался верный ему, и как Господь указал ему, что было семь тысяч, колено которых не преклонялись перед Ваалом и уста которых не лобызали его. Но и этих людей вряд ли можно назвать героями веры, если даже Илья не знал о их существовании. Один сердцевидец Бог знал, что они были. Но тут, в самом центре, в столице Римской империи, в городе Кесарей, была группа верующих, вера которой возвещалась во всем мире. Только об одной другой группе верующих мог апостол Павел сказать подобные слова, и это было о верующих фессалониках. Им он пишет, «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Охае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. О, как чудно слышать о верующих, которые не славятся своим богатством или своими талантами, или роскошными молитвами домами, или своим положением в обществе, но своей верой. Если о нас кто говорит или нам суждено быть известными, то пусть будет за веру, который имеем в Бога и в Сына Его Иисуса Христа». Видите, это и есть то качество, которое Бог ищет в нас. Он ищет веру, ибо без веры угодить Богу невозможно, но надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Отметьте, как Христос всегда поощрял тех, у которых Он находил веру. Она никогда не ускользала Его взгляда. Сказано, что, видя веру их, Иисус сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Женщина, страдавшая двенадцать лет кровотечением, которая прикоснулась к краю одежды Спасителя, ей Иисус говорит, «Дерзай, чада, вера твоя спасла тебя». Когда Христос не находил веры, то Он скорбел сердцем. Во всех проповедях, притчах, отдельных беседах Христос неизменно подводил слушающих Его к одному и тому же выводу, к одной постоянной цели, чтобы в слушающих Его умножалась вера их. Верующие в Риме имели эту веру, и настолько она была крепка, что прославлялась во всем мире. И вот перед нами возникает вопрос, какая же это вера, которая Богу угодна, вера, которая так драгоценна Ему, что она даже заслуживает Божий похвалу. О какой вере идет тут речь? И вообще, что такое вера, и как может человек знать, что он ее имеет? Возможно ли такая вера, которая угождаема была бы Богу, или это просто фантазия, или особый дар, которым удостаиваются немногие? На все эти вопросы Священное Писание дает нам конкретные ответы. Постараемся ответить на эти вопросы во свете Слова Божия. Во-первых, какая это вера, и вообще, что такое вера? Можно сказать, что каждый человек имеет веру, и он способен верить. Но об этой ли вере говорит Слово Божие? Следует сказать, что в принципе и в практике библейская вера одинакова с нашей естественной верой. Но вера Божия тем отличается от веры, присущей всем людям, что она начало свое имеет в Боге. «Имейте веру Божию», сказал Христос. Христос уподобил эту веру горчичному зерну и сказал, что если у нас будет вера подобна горчичному зерну, то мы сможем передвигать горы и искоренять деревья, и ничего не будет невозможного для нас. Во-первых, следует иметь в виду, что когда Христос говорит о вере подобно горчичному зерну, то он подчеркивает не размер, а качество зерна. Ученики, когда просили Христа умножить их веру, то что сказал им Христос? «Если бы вы имели веру подобно горчичному зерну, и скажете Горесии, перейди отсюда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Фактически он им сказал, «Вам не нужно больше вашего сорта веры. Она не способна совершать чудеса. Вам нужна совершенно иная вера, вера, имеющая жизненный элемент, как горчичное зерно. Да, оно малое, но дело не в размере, дорогие мои. Даже если эта вера была бы в размере горчичного зерна, она имеет самое главное, самое основное, самое существенное. она имеет жизнь. Это и есть вера Божия. Она исходит от Бога, и поэтому такая вера, которая имеет начало у Бога, не знает предела. Она все может. Кто, имея такую веру, скажет Горесей или дереву сему, поднимись и верь с моря, и сбудется по словам его». Вот эту жизненную, Божию веру имели верующие в Риме. Она у них не оказалась пассивной, но активной и агрессивной. Поэтому апостол Павел мог сказать, «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Вы заметили, что он сказал сперва, что благодарит Бога за их всех, а потом, что вера их возвещалась во всем мире. За всех вас, что вера ваша. Хотя эта вера дается человеку Богом, она исходит от Бога, ее начало в Боге, тем не менее, она делается нашей только, когда мы ее принимаем от Бога. И теперь ответственность наша, как мы с ней поступим. Помните, как в Христовой притче о талантах все три раба получили одинаковые таланты, хотя по количеству они были разные, но в качестве те же. Из этих трех один, вместо того, чтобы данным ему талантом приобрести больше, как сделали два другие, он закопал его в землю и скрыл. Другие же употребили свои таланты в дело и приобрели еще больше. Вера подобна этим талантам, которые Бог дает каждому по его силе. И если нам Господь дал только один талант, никогда не забудем, что это дар Божий. И если она, эта вера от Бога, пусть она кажется малой, в количестве одного таланта и в размере одного зернышка, она дана нам Богом и поэтому имеет весь потенциал силы и могущества Божьего. Но, возлюбленные, весь секрет в том, что мы должны пустить нашу веру в действие, а не скрывать ее в землю. Верующие в Риме, хотя их и было немного, вера их тем не менее прославлялась во всем мире. Почему? Потому что ту веру, которую они имели, они привели в действие. Правда, вера – это дело каждого человека в отдельности. Я не могу спастись верой моих родителей, я должен сам ее иметь. Это дело личного характера между тобой и Богом. Но, представьте себе, когда соберется целая группа людей, исполненных верой. Какая это сила? Почему мир не обращает внимания на номинальную, обрядовую церковь сегодня? А очень просто. Она стала известна не своей живой верой, а чем-то другим, своим размером, богатством, красотой, крестами или образами. Но церковь, община, группа верующих, которая исполнена верой, она не останется незамеченной миром. Правда, мир может ее преследовать, но это только доказывает, что она жива. Община в Фессалониках была таковой. Ей Павел говорит, вы приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаи. Во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога. Может быть, эти верующие думали, к чему эти страдания, скорби, притеснения и гонения, к чему они служат? Вера их в огненном горниле служила ободрением, подкреплением и поощрением другим верующим, чтобы они не унывали, чтобы они не сдавались искушению, но чтобы они еще ревностнее подвязались за веру евангельскую. О своих узах апостол Павел говорит, что они послужили к большему успеху благовествования, во-первых, тем, что он оказался миссионером в самой ссылке, где был заключен, так что из Кесарева дома были те, которые обратились к Богу. Притом он говорит, что большая часть из братьев Господи, ободрившись узами его, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Поэтому, если нам суждено страдать ради Христа и вера наша подвергается испытанию, будем тем ярче гореть для нашего Господа Иисуса Христа. Как хотелось бы сказать и ободрить братьев и сестер, которые томятся в тюрмах и лагерях ради Христа, что не напрасны ваши слезы и страдания, вера ваша возвещается во всем мире и ободряет многих верующих более смелому, агрессивному и безбоязненному служению Богу. Да, о многих, многих наших дорогих, верных, Христу, братьях и сестрах мы можем сказать прежде всего благодарим Бога нашего за вас, за вашу живую, непоколебимую веру в Бога и в Иисуса Христа, о ней возвещается по всему миру. Ваша вера ободрила многих детей Божьих, толкнула на полную и безоговорочную отдачу Христу молодых людей, юношей и девушек. Не напрасны твои страдания, мой дорогой брат и моя дорогая сестра, они служат для славы Божьей и для расширения предела Царствия Божьей. Не бойся ничего, говорит тебе Христос, будь верен до смерти и дам тебе винят жизни. Знаю твои дела, твою скорбь и нищету, впрочем, ты богат. Какое может быть большее счастье возлюбленное, чем когда сам Господь может сказать ты богат. Ты сделал, что мог, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над ноги тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Да, такая церковь веры ненавидима людьми. Те, которые блудят с миром, не понимают тех, которые хотят верно жить Христу и Его Слову. Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, говорит Слово Божие, будут гонимы. Братья и сестры, будем стремиться к такой вере, чтобы похвала наша была не от человека, но от Бога. Пусть Он нами будет доволен и пусть Он скажет о нас добрые. Будем людьми веры, дорогие мои, как бы не было мала наша вера сейчас, ей таковой не нужно оставаться. Приведем ее в действие, послушанию, и она возрастет и станет сильной и побеждающей. Таким образом, мы угодим Богу благодарение Ему. Но если ты, мой друг, еще не примирился с Богом, ты еще не стал чадом Божиим верой в Иисуса Христа, то ты можешь стать таковым сейчас. Бог уже все сделал для твоего спасения. Он послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы умереть за грехи каждого грешника. Бог в Слове Своем говорит, что цена полностью заплачена за Твое спасение. Бог вполне удовлетворен заместительной смертью Сына Своего, то есть выкуп твоей души полностью заплачен. Бог не требует двухкратной платы за спасение. Если Иисус Христос заплатил, то значит тебе не нужно платить. Твой долг греха уплачен, ты освобожден от рабовладельца греха. И теперь Бог предлагает тебе принять этот дар простой верой. Сделай это сейчас, скажи Ему, Боже, я грешник, я заслужил вечное наказание, но я верю в Сына Твоего, что Иисус заплатил долг моего греха. Я его принимаю сейчас так, как умею. Помоги мне, благодарю Тебя, Господи, благодарю за Твое спасение. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok